всем привет в этом видео я вам хочу рассказать как правильно делать программу чтобы русский язык отображался в программе на векс виджетах и windows программе который вы от компилируете и в linux потому что я тут как всегда с этим русским нашим языком есть проблемы так вот смотрите и положим вы сделаете новый проект будем делать стандартную конфигурацию совместимость visual studio ну и тут понятно ну что мы должны выбрать по умолчанию обычно убирает кодировку windows 12 51 потом мы например кинем окошко делаем это окошко запускаем и на окошко давайте сделаем две метки на одной из них напишем чего-нибудь на русском языке так и сделаем кнопку на кнопку сделаем выдачу сообщил так запускаем вот видите вроде бы все красиво красочно зашибись теперь сделаем сборку под линукс видите я тут такой крутой пункт себе сделал сборка под линукс если кого будет интересно то я предыдущем видео показывал как я там собираю я вот тут сделал кнопку такую виртуальную и указал чтобы она добавлялась контекст на меню и вот в этом меню вот я этот свой скрипт вызываем передают на текущую директорию но это чтобы так типа вообще не было круто и удобно но тут кодировка тоже немножко хреновая потому что в индусе на самом деле в консоли кодировка другая кодировка это 866 видите сообщение никакого нет и вот эти вот русские буквы они то вышли лишь потому что тут изначально настройках здесь вот галочка стоит чтобы у не код символы были хитро закодированы по одному байта но если вот так вот присмотреться это часто спасает конечно сейчас вот эти как тут хитрые русские буквы прилепляются через вот эти коды вот мы сейчас это уберем по нормальному это не обязательно такое сделаем полную регенерацию файла когда все перепишется вообще если вы какие-то свои обработчики сделали это так делать нельзя то не удаляться туда надо вот это делать но мы ничего особо не сделали все перепишем и вот сейчас тут по нормальной стали эти русские буквы и везде это пометилось значит вот этой палочки перед буквы смотрим как-то индусе тут уже все нормально смотрим как в линусе вот я вообще это пропала надпись и тут все плохо так что короче если хотите делать кросс платформенную программу надо знать как правильно их делать изначально иначе будет вот такой пипец под windows самого особо красиво под линуксом нет и так короче как же это сделать так правильно давайте начнем с чистого листа тоже все будет не так-то просто добавляем также стандартная конфигурация короче выбираем только вот их 8 всегда здесь вот это единственный правильный вариант вообще на сегодня на будущее вообще во всех языках примере надо отказываться от этой хрени с локальными кодировками как windows и программы windows 1251 консоли 866 кодировка это бред конечно так тут тоже давайте сделаем окно пометим его главное так тут тоже накидаем так пусть будет сделаем кнопку посмотрим что получится вот уже первая хрень пошла иди и теперь давайте вот тут тоже уберем эту галочку чтобы нормально было видно все русские буквы делаем полную регенерацию тогда вот тут теперь русские нормально проверяем на виндосе вот сало тебе вообще все плохо так нажмем на кнопку тоже вот такой короче бред а получился он почему этот бред давайте посмотрим еще и для них секрет потому что да потому что так просто никто не догадается это связано с нюансом кодировки вот их 8 ну тут вообще теперь русских просто нету по значит вот у нас есть наша форма она кодировки вот их 8 все верно но ее нужно сохранить с сигнатурой бомбом именно этот нюанс нужно сделать для того чтобы visual studio этот компилятор нормально это дело я нажимаю shift и 2 здесь ну по идее надо вообще и вот этим желательно задавайтесь там что-то с русским языком есть вот он крит обновить вот теперь тут стало нормально смотрим теперь как в линуксе будет если кстати мы сделаем сейчас полную регенерацию этого файла то опять это бум штука сбросится вот а тут видите все равно все плохо вообще нет русского что делать дальше дальше надо вот убрать вот эту опцию если мы здесь делаем транслировать строки видите короче сколько всяких нюансов и вот тут по идее надо сделать полную регенерацию и теперь эту штуку заново ведь она сбросилась вот только надо вот этих делать короче кто хочет чтобы нормальная кросс-платформенная что-то работало придется вам бум-бум и вот эти все делать узнать иначе ничего с них не получится сидите тогда в одном windows на кодировке 1250 и радуйтесь жизнь итак еще раз попробуем теперь посмотреть что под лимуксом так тут нормально с русскими буквами а тут ничего не выходит выходит потому что вот здесь кое-что автоматически не поменялось виде здесь надо эту палочку но выездки заменить так стоп опять о господи вот здесь нужно вот эти теги убрать и разблокировать писать писать в xd так же чтобы как вот здесь это макрос для того чтобы у него подставлялся ну вот только теперь стало нормально в линуксе и проверим как это работает теперь в линдусе тоже все нормально таким образом давайте подытожим какие надо настройки чтобы было на русском языке нормально в линдусе и в линуксе значит первое все должно быть btf 8 второе когда будете настройку смотреть c++ генерация здесь нужно убрать галочку трансляцию и убрать галочку сделать это уникод string дружественных источников и самое главное переписать вот эти вот все си плюс плюс ех файлы но с вот этой сигнатурой был без нее ничего не получится вот еще раз заключению стоит нам просто ее убрать и с виду вроде как все то же самое будет вы никак не увидите отличие но русские буквы поломаются безнадежно вот столько надо всякая хрень знаете чтобы делать программы которые будут корректно отображать все шрифты на всех операционных системах ну кто хочет тот преодолеет эти проблемы а на этом все всем пока пока пока